Алканы Здравствуйте! Тема урока «Алканы». Сегодня на уроке вы научитесь описывать химические свойства алканов и подтверждать их уравнениями реакции. Научитесь объяснять значение реакции хлорирования алканов для получения растворителей и степень опасности этих растворителей. Алканы Гомологический ряд алканов. Метан CH4 – газ, этан C2H6 – газ, пропан C3H8 – газ, бутан C4H10 – газ, пентан C5H12 – жидкость, декан C10H22 – жидкость, пентадекан C15H32 – твёрдый – это парафин. Обратите внимание, общая формула алканов CNH2N плюс 2 – структурная формула метана, структурная формула этана, структурная формула пропана. Рядом шаростержневые модели этих алканов. Строение метана Атом углерода во всех органических соединениях является четырёхвалентным. Четырёхвалентность атома углерода достигается за счёт распаривания С электронного уровня на втором энергетическом уровне. Электронное строение метана, структурная формула строения и шаростержневая молекула метана. В образовании молекулы метана участвуют С электрон и 3П электрона, которые гибридизируются между собой и образуют гибридные орбитали. Четыре гибридных орбитали ориентируются в пространстве по энергии и выравниваются, приобретая форму тетраэдра. Нахождение метана в природе Метан входит в состав топливного газа, который образуется в результате медленного разложения угля под землёй. Метан входит в состав болотного газа, который образуется из органических остатков без доступа воздуха и собирается на поверхности воды. Метан входит в состав природного газа. В составе природного газа метана до 97%. Интересный факт. Учёные выявили наличие залежей гидрата метана на океаническом шельфе Карского моря в местах вечной мерзлоты. Гидрат метана абсолютно инертен при постоянной температуре, но способен воспламеняться при её повышении. При изменении давления химическое соединение распадается на воду и метан. Из одного кубического сантиметра гидрата метана образуется 180 кубических сантиметров чистого газа. Химические свойства алканов Алканам характерны такие химические свойства, как реакции замещения, реакции разложения, реакции изомеризации и реакции окисления. Горение метана. Метан горит при достаточном количестве кислорода с образованием углекислого газа и воды. При этом выделяется энергия. Уравнение реакции CH4 плюс 2О2 образуется. СО2 плюс 2H2O плюс энергия. Если объёмное соотношение метана и кислорода будет 1 к 2, то происходит сильный взрыв. Чистый метан при сгорании горит синим пламенем. При горении смеси метана с воздухом, либо с сажей, либо с бытовой пылью, пламя приобретает оранжевый или жёлтый цвет. Реакция замещения. Рассмотрим взаимодействие метана с хлором. CH4 метан плюс хлор-2. Реакция протекает на свету. В результате реакции образуется CH3 хлор. Хлорметан плюс H-хлор. Далее хлорметан CH3 хлор плюс хлор-2. Реакция протекает на свету. В результате реакции образуется соединение D-хлорметан CH2 хлор-2 плюс H-хлор. Далее D-хлорметан CH2 хлор-2 реагирует с молекулой хлора плюс хлор-2. Реакция также протекает при освещении. В результате реакции образуется 3-хлорметан CH3 хлор-3 плюс H-хлор. 3-хлорметан реагирует с хлором. Реакция протекает на свету. В результате реакции образуется тетрахлорметан CH4 хлор-4 плюс H-хлор. Обратите внимание, что атомы водорода в молекуле метана замещаются постепенно. То есть получаем из метана CH4 тетрахлорметан. Это цепные реакции. Реакция окисления. Полное окисление. Все насыщенные углеводороды являются горючими веществами. В качестве топлива используется метан, компонент природного газа. Уравнение горения метана и уравнение горения этана. 2С2H6 плюс 7О2. В результате реакции образуется 4СО2 плюс 6H2O. Плюс выделяется энергия. Частичное окисление метана. Уравнение реакции. 2СH4 плюс О2. Реакция протекает при температуре 850 градусов по Цельсию. В результате реакции образуется 2СО2 плюс 4H2. Смесь угарного газа и водорода носит название синтез газ. Реакция разложения. При 1000 градусах по Цельсию метан разлагается на простые вещества. Уравнение реакции. При 1000 градусах при температуре 1000 градусов образуются углерод и водород. При нагревании метана до температуры 1500 градусов по Цельсию образуется ацетилен. Уравнение реакции. 2СH4 разлагается на С2H2 плюс 3H2. 3СО2. Применение алканов. Алканы применяются при производстве пластмассы. Алканы применяются при производстве различных растворителей. Причём растворители алканов – это довольно опасные вещества. Ядовитые, горючие. Алканы применяют при производстве полиэтилена. Далее алкан – это голубое топливо. Первые представители алканов – это газы. Алканы применяют при производстве лекарств. Почему в качестве топлива используется метан? Первое – это экологичность. При использовании метана в качестве топлива количество вредных выбросов сокращается во много раз. Метан является экологически чистым топливом. Безопасность. Метан является летучим веществом и при попадании в воздух он не взрывается, а улетучивается. Он не представляет опасности при небольших концентрациях. Экономичность. Стоимость газообразного топлива в 2-3 раза ниже стоимости бензина или керосина, полученных из нефти. Метан не требует специальной обработки. Перейдём к выполнению заданий. Задание первое. Напишите уравнение горения пропана. Проверим уравнение реакции. С3H8 пропан плюс 5О2. В результате реакции образуется 3СО2 плюс 4H2O плюс выделяется энергия. Следующее задание. Выберите продукты неполного сгорания алканов. Проверяем ответ. Продуктами неполного сгорания являются монооксид углерода и вода. При сжигании неизвестного газообразного углеводорода выделилось 448 мл углекислого газа при нормальных условиях и образовалось 0,45 г воды. Относительная плотность неизвестного газообразного углеводорода по водороду равна 29. Определите молекулярную формулу углеводорода. Запишем дано. Перейдём к решению. Определим молярную массу неизвестного вещества по формуле. Молярную массу водорода мы умножим на относительную плотность по водороду. Молярная масса неизвестного вещества составляет 58 г мл на моль. Далее рассчитаем количество вещества неизвестного газа, углекислого газа и воды по формуле. Количество вещества равняется массу делить на молярную. Количество вещества газа равняется 0,005 моль. Количество вещества углекислого газа мы находим по формуле объём на объём нормальных условий. Количество вещества углекислого газа составляет 0,02 моль. Количество вещества воды, массу воды мы делим на малярную массу воды, получаем 0,025 моль. Далее, количественное соотношение количества вещества неизвестного газа и веществ, образующихся при горении, составляет, обратите внимание на запись, составляет 1 к 4 к 5. В 4 моль углекислого газа содержится 4 моль атома углерода, в 5 моль воды входит 10 моль атомов водорода. Формула вещества С4H10. Ответ С4H10. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы описали химические свойства алканов и подтвердили их уравнениями реакции. Объяснили значение реакции хлорирования алканов для получения растворителей и степень опасности этих растворителей. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok